привет здорово как дела ну так да ничего нормально чё сбацаешь нам ну я помню такой он сквейный чувак типа queen beatles ну я разносторонний сможешь что-то попробуй и и и и — Ну, типа того. — Неплохо. — Ну, я вообще, типа, — Люблю вот такое играть, типа... — Как ты виртуальный? — Как ты виртуозно на пианино и на клавишах играешь. — Давно занимаешься? — С десяти лет. — Я самоучка. — Вот у меня... — У меня всегда с детства как-то к творчеству тянул, но меня на водный пол отдали. — Сейчас понимаю, что, блин, надо было музыкальную школу отдавать. — Блин, классно. Желаю тебе развития. А ты на этом зарабатываешь как-то или выступаешь, может, где-то? — Ну, я играю в каверн-круппе, но мне немножко это дело не нравится, и вот хочется в YouTube пойти, но как-то... Ну, это правда, как сказать, музыка — это моя жизнь, и я просто 24 на 7 в ней, и я всегда вот стараюсь как-то развиваться и быть вот разносторонним. Я считаю, когда ты подвержен вот одному музыкальному влиянию, это как-то, ну... Ты всё равно какой-то в определённый момент придёшь к деградации какой-то. А когда ты знаешь... — Да, вот Кофьянов, например, да. — Я уже деградирую в чат-рулетке, и скоро... — Чат-рулетка... Чат-рулетка, да, это такое немного. Психику помню. — У меня, да, психика уже подбита, поэтому... Ну, я тебе такой совет дам, если хочешь двигаться, развиваться в этом направлении... Можешь, в принципе, с чат-рулеткой что-то попробовать, но старайся пилить что-то вне этого формата, иначе не выберешься. — Мне вот хочется снимать вот такую музыку, которая вот у меня на канале, потому что вот есть много людей, которые перепевают там вот русские песни, да, типа там цвет настроения синий, чёрный, что-то такое. А мне вот как-то хочется показать людям, что, ребят, смотрите, вот есть другая музыка — джаз, плюс, рок, ренессансовая музыка, классическая. Но просто это такой анти-хайповая музыка, типа, и вот этот контент, и мало кто понимает. И вот мне как раз таки хочется донести людей, что, блин, может, вы это не слушали, вам не нравится, но вы хотя бы нас должны это послушать. — Ну, ты смотри, самое главное, что на каждый продукт, да, найдётся свой зритель или покупатель, как правильно говорить. Даже, допустим, небольшое количество людей, но они будут тебя смотреть и будут чтить и уважать твоё творчество. Поэтому мне понравилось, как ты сыграл. Это реально круто. Я просто, я сам творческий человек, мне просто это импонируется. Ну, хочешь ещё один штрих, пожалуйста. — А как тебя зовут? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Скажи, пожалуйста. — Как? — Конечно. — Гриша? — Да. — Всё, хорошо, Гриша. — Вот ещё один штрих такой покажу. — Давай, давай, Гриша. — Ну, многие гитаристы, которые меня встречают, они бивают, скипают за этого и говорят, типа, это не гитара и всё такое, типа. — Прикольно. — Прикольно. — Типа... — Круто. — Я всегда хотел сделать то же самое, только ртом. Но я не могу. — Блин, ладно. — Круто, Гриша. Спасибо тебе большое. — Блин, тебе тоже спасибо. — Надеюсь, там, у меня мои подписчики, да, на тебя подписались, будут слушать тебя, не сдавай позиции. — Я стараюсь. — И репетируй. — Давай, Гриша, удачи тебе. — Спасибо тебе. — Удачи.